добрый день уважаемые гости моего канала дача и кухня алекса я рад новой встрече с вами и хочу вам предложить новое блюдо это корейка жареная с луком готовится быстро вкус изумительный так что думаю вы не пожалеете о потраченном времени и о новом совете и так друзья у меня полтора килограмма свиной корейки симпатичная внешний вид немножко жирка на обратной стороне кто не любит жирное мясо может этот жир удалить но принципе его можно оставить потому что когда мы будем жарить мясо на сковороде весь этот жир вытопиться и мясо будет очень вкусным насыщенным и жирным берем кусок и режем поперек волокон кусками где-то толщиной один сантиметр можно резать и чуть и потолще но чтобы толщина куска была не более полутора двух сантиметров когда начинаете работать всегда точите нож если у вас нож не самозатачивающий или не керамический когда нож острый то работать с мясом одно удовольствие работа превращается не в тяжкий труд а удовольствие теперь нарезанное мясо мы аккуратно укладываем на разделочную деревянную доску накрываем его сверху можно пищевой пленкой можно целлофановым мешочком вот таким берем молоток для отбивки мяса у нас с одного края зубчики коротенькие другой подлиннее будем отбивать зубчиками которые подлиннее это нам даст более хорошую отбивку мяса и она будет при приготовлении очень нежным и приятным убираем пленку переворачиваем мясо и отбиваем вторую сторону теперь посыпаем аккуратненько солью не переборщить затем смесью перцев у меня тут перец красный белый черный берем молотый кориандр и тоже слегка посыпаем сверху мясо все аккуратно растираем его по поверхности мяса кстати перед нарезкой мяса старайтесь его лишнюю влагу из мяса удалить для этого нужно слить с мяса в воду если она была в заморозке или промокнуть мажем и полотенцами чтобы мясо не было сильно сырым и влажным и ту же самую процедуру мы теперь поделаны проделаем с мясом уже перевернутым я всегда люблю что мясо было такой с остротой когда его ешь активно выделяется слюна и мясо очень хорошо даже перерабатывается здесь уже нет единого совета кто-то побольше чего-то может добавить кто-то поменьше а жир который у меня остался вот я вам сейчас я покажу видите полная тарелочка этого жира у меня в семье не любят сильное жирное мясо да оно не ошибка то и полезное животный жир сейчас его порежу на кусочки и отнесу на улицу у нас по домам есть кормушка там мы пока мы любим зимой птичек я сейчас нарежу это сальса кусочками высыплю на кормушку и тем более у нас сегодня выпал снег на улицу практически уже зима я думаю синичком это лакомство придется как раз в нужное время берем соевый соус наливаем 2 столовые ложки в емкость бальзамический уксус наливаем 3 столовые ложки перемешиваем его берем кулинарную кисточку и каждый кусочек мяса с обеих сторон смазываем его вот этой семействе теперь берем 3 зубчика чеснока чеснок у нас кто смотрит наш канал это наш родной с нашего сада вырастили мы его своими руками битики у него крупные зубчики не мелкие значит чесноком относились с любовью с помощью чеснокодавки выдавливаем наш чеснок поверх мяса все кладем все и кожу которую нас осталось после давления все туда не рассчитан это чеснокодавку под такие большие зубчики что значит фермеры и сейчас давайте аккуратно все наше мясо перемешаем все и оставляем его давайте на полчаса пусть у нас немножечко помаринуется пока у нас маринуется мясо мы с вами берем вот две огромные луковицы и режем ее перьями повдоль вот таким образом все закроем его пищевой пленкой и пусть он стоит и ждет своей очереди это друзья наше мясо промариновалось теперь начинаем его жарить берем сковороду ставим ее на плиту и разогреваем на сильном огне затем на дно сковороды наливаю немного растительного масла чтобы масло покрыло дно сковороды опять похвастать что у меня теперь новая сковорода с гранитным покрытием вот мы ее купили в турции теперь успешно испытываем уже третью неделю и начинаем выкладывать на эту сковороду наше мясо жарить мы будем с вами на сильном огне каждую сторону будем жарить по три минуты и так процесс у нас с вами пошел берем кусочек сливочного масла можно грамм 15 добавляем его к нашему мясу добавляем огонь до медленного накрываем крышкой и жарим еще 7 минут прошло 7 минут все наше мясо готово укладываем на блюдо и повторяем ту же самую операцию с оставшимся мясом а теперь мы с вами добавляем опять огонь до сильного добавляем еще немножко растительного масла грамм 10-15 и на раскаленную сковороду выкладываем лук сейчас будем его жарить примерно 7-8 минут на сильном огне до красивого золотистого цвета ну вот лук у нас поджарится эти вот такого красивого золотистого цвета этот цвет еще дается поджарка которая осталась немножечко от нашего мяса теперь берем наше мясо и сверху выкладываю наш обжаренный лук вот и все друзья в таком виде можно подавать мясо на стол брать вилки и дружно уминать эту вкуснятину и получилось очень очень вкусно я уже попробовал готовится блюдо быстро можно его еще время готовку уменьшить если уменьшить время замачивания мяса я думаю может быть обойтись и 15-20 минутами к нему подойдет любой гарнир очень вкусно получается лук я вам рекомендую приготовить это блюдо хотя бы раз и попробовать ну на этом сегодня наша кулинарная часть заканчивается и начинается литературная часть по традиции как всегда у нас на дорожку небольшой анекдот кабинете у стоматолога стоматолог не деревьев серёга все бывает когда-нибудь первый раз пациент да я не серёга стоматолог да я знаю что не серёга серёга ты это и я так что друзья на это веселой ноте мы закачиваем с вами сегодня наш нашу кулинарную страничку вам крепкого аппетита хорошего здоровья и всего самого наилучшего с нетерпением жду новых встреч с вами был алекс